Кукла Я, аналитик SCP Foundation, доктор Джон Гилмор, расскажу вам об объекте, который вселяет ужас не только при просмотре фильма. SCP-136. Обнаженная кукла. Объект номер SCP-136. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. Для содержания объекта не требуется никаких особых условий. SCP-136 должна храниться в стандартной бетонной камере содержания размерами 10х10х10 метров. SCP-136-1 должна находиться в прозрачном пластиковом кубическом ящике с ребром 0,5 метров, расположенном на столе в центре комнаты. Видеонаблюдение не требуется, если только над SCP-136 не проводятся эксперименты. После инцидента, Ай-136-С, смотри отчеты происшествиях. Входить в камеру содержания SCP-136 чаще одного раза в месяц без специального на то позволения главного исследователя. Разрешено только сотрудникам класса D. Описание. SCP-136 оказывает эффект только на людей. SCP-136 представляет собой два явления. SCP-136-1 может представать в разном виде, но чаще всего имеет форму грубо сделанной куклы из глины, дерева, металла или ткани. В основном с женскими очертаниями, длиной в большинстве случаев между 10 и 30 сантиметрами. Мужские очертания кукла принимает приблизительно в 10% случаев. SCP-136-1 не имеет никаких особых свойств, которые можно обнаружить доступными методами. Масса спектрометрия взятых образцов показывает соответствие состава тому материалу, из которых кукла состояла на момент отбора проб. Если кукла повреждена до такой степени, что в ней нельзя более опознать человеческую фигуру, например, после отрыва головы либо всех конечностей, она полностью исчезает, а затем появляется в радиусе одного метра от этого места в новом виде. Продолжаются тесты процесса полного испарения куклы. SCP-136-2 появляется только если SCP-136-1 наблюдается более 20 минут. При этом так же, как и SCP-136-1, предстает в различных формах. Первый признак присутствия SCP-136-2 – это смех. Мужской или женский, в зависимости от того пола, который приняла SCP-136-1. Сотрудники, слышавшие смех, описывают его как пугающий или жуткий. Смех звучит отовсюду, в интервале от 5 секунд до 2 минут, после чего наступает период тишины длительностью около 5 минут. После временного затишья SCP-136-2 появляется снова, вместе с внезапным исчезновением SCP-136-1. SCP-136-2 – бестелесная, голая или частично обнаженная фигура, чей пол совпадает с полом SCP-136-1. SCP-136-2 меняется в размерах от 1,9 до 2,1 метра. Всегда находится в вызывающих позах и медленно движется по воздуху мелкими шагами, со скоростью 0,2 метра в секунду, навстречу к испытуемым. Если испытуемых несколько, каждый будет видеть, что объект движется именно на него. После появления фантома смех усиливается. К тому времени, как SCP-136-2 приближается на расстояние 1-2 метров, все испытуемые впадают в состояние ужаса, коллапса и начинают пятиться, пока не упрутся в стену. SCP-136-2 чаще всего замирает на расстоянии около 5 сантиметров от испытуемого, затем издает истошный крик и исчезает. Через 10-15 секунд SCP-136-1 появляется на своем прежнем месте в новом виде. Фантом имеет пугающую внешность, его губы широко открыты, застыв в крики ужаса и боли. Он периодически скалится и облизывает зубы. Радужная оболочка заполняет почти весь белок его глаз, который выглядит бешеным и наполненным кровью. В женском обличье его талия выглядит непропорционально узкой, а грудь – огромной. Наблюдение SCP-136-2 вызывает сильные переживания и непрекращающиеся ночные кошмары на срок до полугода у всех испытуемых, что, возможно, объясняется сильным психическим стрессом. После введения большинство испытуемых оказываются не в состоянии покинуть комнату тестирования без посторонней помощи. Интересный факт. Сотрудники класса D, имеющие различные сексуальные отклонения, все равно испытывают строго отрицательные эмоции к 136-2. Не зафиксировано случая в проникновение SCP-136-2 за пределы камеры содержания. Смотри инцидент I-136A. Дополнительная информация. SCP-136 была найдена в детской комнате заброшенного дома в который, по слухам, был населен привидениями. Во время осмотра одного из таких домов, что входит в прямые обязанности организации, была найдена SCP-136. Это случилось после того, как агент с воплем выпал из окна второго этажа. Отчеты о происшествиях. Инцидент I-136A. 1900. Доктор Саймон был 25-м человеком, который увидел 136-2, и четвертым, кто вызвался на это добровольно. Просмотр произошел без отклонений в процессе, так же, как и всегда. Приблизительно два часа спустя после просмотра 136-2 доктор Саймон, находившийся в закусочной с группой других исследователей, закричал и вырнил чашку кофе из рук. Из его бессвязных криков стало ясно, что он видит 136-2, плывущую через холл прямо на него. Доктор Моррис и доктор Гаррисон схватили его, предположив, что тот все еще находится под впечатлением от недавнего пережитого сильного шока. Приблизительно две минуты спустя все присутствующие в закусочной потеряли сознание. Доктор Собоя очнулся первым и попытался привести в чувство своих коллег. Доктор Саймон впал в кому и умер трое суток спустя. Доктор Майерс запросил присвоение объекту класса Кетер. Получен отказ в присвоении объекту класса Кетер. Нельзя исключать вероятность того, что произошедший несчастный случай был вызван каким-либо другим телепатическим SCP-объектом. SCP-I-136-B Сегодня это случилось снова. Агент загнал в комнату нескольких расходников, а сам остался снаружи вместе с... 136-я закончила свое представление, и я помогал выгребать подопытных наружу, когда все вокруг потемнело. Я очнулся от того, что агент клестал меня по лицу. Трое расходников впали в кому. Это хреновина убивает людей! За 10 лет мы не узнали о ней ничего нового. Какой смысл с ней вообще возиться? Я прошу начать поиск способа уничтожить 136-ю. Может быть, свести ее с каким-нибудь телепатом на нашем содержании? Не похоже, что тут поможет простое сожжение. Доктор Майерс. Запрос на уничтожение отклонен. 136 представляет особый интерес для дальнейшего пристрастного изучения. Инцидент Ай-136-С 2000-и Оно полностью вышло из-под контроля! Вы все видели, что произошло? Дьявол! Да никто в радиусе километра не забудет! А все сотрудники класса D из тестовой комнаты испарились неведомо куда! Как минимум, нам нужно проводить куда более строгий отбор расходников перед отправкой внутрь. Мы могли бы выяснить, что он гораздо раньше. Слава богу! Мы все-таки выяснили, чем это вызвано. Запрашиваю реклассификацию объектов Кетер и разрешение на попытку его уничтожения. Доктор Майерс. Запрос отклонен. Доктор Майерс смещен с должности руководителя исследований SCP-136. Объект переходит под прямой надзор смотрителя и доктора и будет использоваться исключительно для проведения углубленных допросов. Удивительно, как обычная детская игрушка заставляет множество взрослых людей впасть в безудержную панику. И порой даже тех людей, которых очень сложно чем-то удивить, она заставляет судорожно искать выход. Распространяйте эту информацию среди других сотрудников SCP Foundation. И помните, что ваша оценка нашей системы аудиовещания помогает нам в подборе статистики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова